МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как в воду канул, так из воды назад появись. Ко мне вернись. Дела свои знаю, слова аминем запираю. Аминь, аминь, аминь. Вернись, вернись, вернись. Ярик, это ты? У меня получилось. Вот она, гадюка, давай снова ворожить. Я тебе сейчас сдам. Ты же ведьма, пропятая. А ну, стой! Я же ведьма. Здорово. У меня зверь. А то хуже кричит. У меня сейчас ее... Лада. Ярик. Ярик. Любимый. Я знала, что верну тебя. Это, конечно, новый телефон, Дениска. Это очень хорошая вещь. Слава Богу, я что-то тут и разобралась. Ну, ты знаешь, вот я бы хотела, чтобы мне показала, как нам фотографировать. Это очень просто, Вера Ивановна. Да. Поднимаете телефон, выставляете фокус. Вот он наводится. Ну, допустим, да? Да. И нажимаете на белый значок. Вот это, да, она? Да. 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 Ну, да. Всем добрый день. Доброго. Главное, воздух там такой и очень тихо. Нет, дача, это, конечно, хорошо. Но вот как там с охраной? Вы же не сможете жить там постоянно. Что-нибудь придумаю. Тимурчик, это вашу дачу купила, да? Честно говоря, присматриваюсь. Я вас поздравляю, все-таки хорошее дело, свой домик, свой кусочек земли, огородик, тишина, все так гарно. Я вас поздравляю. Так, на радостях мне не надо вас вот сфотографировать, честное слово. Нет, Тимурчик, давайте. Вера Ивановна, я же только присматриваюсь. Ну, улыбаемся. Да, давайте, давайте, давайте. Белое. А так вот, белое, да? Такой красивый мужчина. Да? С бантиком. Если честно, эти вся городики, курочки, это прекрасно все. Мне ближе город. Это потому, Дениска, что ты еще очень молодой, не понимаешь. Но придет время, и тебе захочет... Все, 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 Андрюша, я понимаю. У меня и так много дел. Я украшу. Вера Ивановна, я просто закашлял. А вы были здоровья, Андрюша. Еще раз поздравляю. Все. Кому на этот раз нужна наша помощь? Жительницы села Миротское. Именно жительницы. Они просят избавить их от ведьмы. У коров пропадает молоко неурожайный год. Начинается. Как всегда, в селе жители что-то не поделили, и началась охота на ведьм. Но мы тут при чем? Меня это дело заинтересовало не из-за молока или неурожая. Лариса и Маша, которые к нам обратились, утверждают, что их ведьма сумела воскресить своего утонувшего мужа. По мужчине уже справили 9 дней. Но она практически вытащила его с того света. Ну и так всякого по мелочи за ней замечено. Например, сумела всех мужчин в селе лишить мужской силы. Ничего себе. Помогите справиться с ведьмой, иначе мы за себя не ручаемся. Похоже, угрожают самосуду. Похоже на то. Вот этого я и боюсь. Значит, поступим следующим образом. Вы, Тимур, пообщайтесь с Ларисой и Машей, а ты, Денис, поговоришь с этой их ведьмой. Ну, поаккуратнее там. Ну, конечно, если речь идет о мужской силе, я буду очень осторожен. В этом деле меня интересовало прежде всего, как так называемой ведьме удалось воскресить покойного мужа. И почему мужчины всего села потеряли свою силу. Именно это и должен был выяснить мой помощник. Но женщины не давали ему сказать и слова. Я вас очень прошу, успокойтесь, расскажите, пожалуйста, все подробно и по очереди. Тогда, пожалуй, я начну. Месяца три назад в село приехала Надька. А бабка ее давно здесь жила, баба Мария. Вот, так Надька никогда не приезжала ее проведывать. Никогда. А баба Мария, она ведьма. Так вот, только баба Мария заболела, так и Надька тут как тут. Приехала силу ее перенимать. Да, а скажите мне, что это городская краля? Приехала бы тут, сидела бы, свела бы. Что тут делать? Лариса, получается, что бабушка Надя была ведьма. Ну, она что-то не делала. Нет. Я сама к ней когда-то ходила. У меня, знаете, вот бородавка была. Здоровая такая. Вот ничего не помогала, скажи. Да, да. Бородавочка уйдет. Никогда не возвращается. Лариса рассказала, что баба Мария владела специальной баночной магией и помогала всем, кто к ней обращался. Давай высыпем. Иди домой. Ты уйдешь, а бородавка останется в этой банке. Я сначала подумала, надула меня бабка. С бородавкой пришла, с бородавкой ушла. А потом глядь на руку. А бородавки-то и нет. И когда исчезла, не заметила. Баба Мария, она обладала мощной баночной магией. Как это? Ну как, как с бородавкой моей. Понимаете, она-то ее в банку закрыла, и все. Так, так же можно, знаете, в банку закатать вот все, что угодно. И любовь, и деньги, и удачу. О, то это же можно не только закатать, можно еще и какие-то проклятия с банки выгнати на руку. Я вспомни, баба Мария по лесу ходила, вот это в ночи. И что-то как с банки, как-нибудь выпускает, и шипотчет. Дамы, вот и неурожайный год, и отсутствие молока у коров, это что, во всем Надя виновата? Понимаете, с ее приездом у наших, у всех мужиков, сила мужская пропала. Есть ведьмы белые, а есть ведьмы черные. Вот черные они вредят, а белые помогают. Вот бабка Надьки, например, она вот белая ведьма была. А Надька сама, точно черная, точно. С ее приезда в наше село все мужики со своими женами спать перестали. Как вы думаете, почему? Все из-за нее. Ну, может быть, ваши мужья, простите, конечно, но нашли утешение на стороне. Вот так вот все с копом. Вы понимаете, что даже те, у кого любовницы были, даже они перестали туда ходить. Что все село разом вдруг стало импотентом. И это я, все. А Надя тут при чем? Ну, как при чем? Она банку, в которой была закатана мужская сила, она ее у нас на глазах разбила. Ну, к бабе Марии наши бабы ходили, села. Ну, много такой проблемы было. Так она решила, баба Мария, все это в одну банку закатать, и все. А Надька разбила. Да она это гадюка специально сделала. По словам женщин, все произошло на поминках по бабушке Наде. До этого Надя с соседками вела себя нормально. Но в тот день она изменилась, стала грубой и агрессивной. И ни с того ни с сего начала выгонять соседок из дома. Пошли вон, обе. Пока. Лариса боялась, что Надя откроет банку с бородавкой и хотела забрать ее с собой. А ну? Но Надя выхватила ее из рук и специально разбила. И пошла вон из моего дома. Дурная, ты что делала? А вдруг там горе какое-то? Где? В банке? Это оказалась банка с мужской силой. Человечья сила. Значит так, хватит с меня. Пошла вон из моего дома. Вон пошла. По словам женщин, этим же вечером их мужчины стали импотентами. Ой, Гриша. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, а где мой тормозок? Сейчас тут. Это Гриша, муж мой. А это Тимур, я тебе о нем говорила. Очень приятно. Взаимно. Григорий, я буду признателен, если вы поговорите со мной об этом деле. Я вообще-то в эти бабские разборки не влезаю. Времени нет. Рубка каждый день. Но если надо, так надо. Приезжайте к нам на лесосеку, там и поговорим. Договорились. До свидания. Но ведь у Нади тоже муж был. А, да. Да, мы его не знаем. Но он приехал вместе с Надькой. Ну, вроде парень приятный. Знаете, и бабу Марию помогал приглядывать. Но он через две недели утонул. Ну, после смерти бабы Марии. Но Надька его с того света вернула. А? С помощью баночной магии. Женщины уверяли, что своими глазами видели, как Надя проводит на своем дворе магический баночный обряд. Как в воду канул, так из воды назад появись. Ко мне вернись. Дела свои знаю. Слова аминем запираю. Она хотела воскресить своего мужа. Вернись, вернись, вернись. В этот момент женщины решили вмешаться и, наконец, расправиться с ненавистной ведьмой. У меня получилось. Пусть она, гадюка, давай зло вборожить. Я тебе сейчас сдам. Ты же ведьма, проклятая. А ну, стой. Ведьма. И вдруг произошло невероятное. Возле дома Нади появился ее покойный муж Ярослав. Ярик, любимый, я знала, что верну тебя. Пока Тимур общался с Машей и Ларисой, Денис отправился к Наде. Той самой, которую обвиняли в колдовстве. Но дома ни ее, ни ее мужа не было. Итак, женщины села Мироцкое просят защитить их от ведьмы. Они утверждают, что ведьма отобрала мужскую силу у местных мужчин. Можно было бы все это списать на обычные сплетни, если бы не результаты этого колдовства. Думаю, с молоком у коров и урожаем можно разобраться на уровне ветеринаров и агрономов. Но как быть с массовой импотенцией? Какая-то медицинская проблема? Но почему у всего села сразу? Но главной загадкой остается чудесное возвращение с того света мужа Нади, Ярослава. В магию и воскрешение я пока верить не готов. Тогда что это? Надо бы узнать побольше об обстоятельствах предполагаемой гибели парня. Да и сама Надя вызывает много вопросов. Молодая замужняя женщина бросила город и приехала в село. Зачем? Может и правда отдать долг бабушке? Или все же за колдовскими знаниями? Я, конечно, дико извиняюсь, что Лизуны в свое дело. Но вот, допустим, если в нашем селе появляется новая женщина, местные бабы обязательно ей будут обзывать ведьмой. А если еще на свою беду женщина красива... Не, ну вы меня понимаете, прошу я? Я понимаю, понимаю. Ну вот. Здравствуйте. Ну что, беседа с Надей, увы, не удалась. Но зато я нашел ее страничку в соцсетях. И она до недавнего времени была довольно активным юзером. Давай посмотрим. Давай. Давай. Соцсети могут много чего рассказать о человеке. Вот, например, Надя после смерти родителей делала довольно активный образ жизни, много путешествовала, работала в довольно престижной аудиторской фирме и жила в столице. Вот. Но потом все резко поменялось. Она продала квартиру в центре, переехала в село. И после этого ее страничка не обновлялась. И, между прочим, тоже красивая женщина. И фигуристая. По поводу мужа что узнал? Жена-то они около года, насколько я понимаю, экстремала, но ничего особенного. Магией вроде не занимался никогда. Судя по фотографиям в соцсетях, они влюблены и счастливы. Я вот одного не могу понять, почему Надя, успешно состоявшаяся женщина, вдруг все бросает и уезжает в село в банке закатывать. Неожиданно на пороге нашего офиса появилась сама Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. Жительницы села Мироцкое просят защитить их от ведьмы. Из-за нее, по словам женщин, все мужчины в селе утратили свою силу. Надя переняла свой колдовской дар от бабы Марии, которая была белой ведьмой. И ей удалось воскресить утонувшего мужа. Неожиданно Надя сама пришла к нам в офис. Вы извините, что я без предупреждения. Мне очень нужна ваша помощь. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. И что же у вас произошло? Вы знаете, мне кажется, что в селе правы я действительно ведьма. Ничего личного, так кашель бывает. Что вы имеете в виду, действительно ведьма? Вы же не на медле к нам прилетели? Нет, на метро. Давайте я вам все по порядку расскажу. Да, очень хотелось бы услышать все подробно и по порядку. Надежда рассказала нам, что она вместе с мужем перебралась жить к бабушке, потому что та сильно заболела и попросила внучку приехать. В комоде в верхнем ящике все, что я приготовила на смерть. Ну какая смерть? Ну о чем ты говоришь? Как я умру, ты займешь мое место. Ты научишься выражить на банках. Для этого ты найдешь сухую осину в старом лесу и будешь под нее копать, глубоко копать. Ба, ну ты же знаешь, что я в это не верю. Ты обратишься к тайным знаниям в тот момент, когда потеряешь самое дорогое. Баба Мария рассказала Наде о так называемой Белой банке, в которой хранится книга знаний и про то, где теперь эта книга спрятана. Бабушка была очень слабая и достаточно часто бредила о каком-то польском князе, о драгоценностях. И если бы не Ярик, я даже не знаю, как бы я сама с этим справлялась. Он достаточно часто сидел с ней рядышком ночью, и мы понимали вдвоем, что ее скоро не станет. По словам Нади, на девятый день после похорон она устраивала по бабушке поминальный обед. И ее версия происходящего сильно отличалась от того, что рассказали моему помощнику соседке. Надя уверяла, что Лариса и Маша сильно напились и начали вести себя агрессивно. Надь, а ты знаешь, что бабка твоя с долгами померла? Какими еще долгами? Ну, заговор она мне должна. Это для похудения. Маша! Что за бред? Какой еще заговор? Ага. Не хочешь, значит, бабушке на долг отдать, да? Так я его сама найду. Пошли вон. Обе. Стоп. Пока. Вон, значит. Вон, значит, как. Хорошо. А что это у тебя тут? Гадость какая. Алло? Отдай сюда. Эй! Сюда отдай. Пошла вон из моего дома. Дурная! Ты что сделала? А вдруг там горе какое-то? По словам Нади, банку с мужской силой она разбила нечаянно. Она даже не могла предположить, что после этого произойдет. Ты специально это сделал? Специально разбила? Да не дай бог, что с нашими мужиками случится. Я тебя закопаю! Значит так, хватит с меня. Пошла вон из моего дома! Вон пошла! Эй, Эй, Надь, это же мой сапог! Ты что делаешь? Надя! Да ты чего? Слышишь? Грундуша! Вообще! Чего стоите? Пошли вон! Я вам сейчас такую порчу наведу, что до седьмого колена не отмоетесь! На тот момент девушка не верила в баночную магию и разбила банку, чтобы испугать назойливых пьяных соседок. Надя увидела на крышке разбитой банки слова «Черная вдова». А потом на следующий вечер мне позвонил Толик и сказал, что мой муж утонул. Но он ведь вернулся, правильно? Да, вернулся. Так может, он и не тонул вовсе? Ведь, насколько я понимаю, его тело никто не видел. Но ребята, которые с ним были, они сказали, что он не мог выжить. Да и вообще, где бы он ходил все эти девять дней? Он утонул. А я его вернула с помощью бабушкиной баночной магии. После смерти бабушки у меня не осталось никого ближе и роднее мужа. И его исчезновение – это был конец для меня. И тогда я вспомнила слова бабушки и о белой банке, и о том, что обращусь к колдовству после того, как потеряю самое дорогое в жизни. После смерти мужа Надя была в отчаянии и готова была поверить во все, что угодно, даже в баночную магию, лишь бы вернуть супруга. Девушка отправилась на окраину старого леса, как и говорила ей покойная бабушка, отыскала там условленное место и стала копать. Копать пришлось глубоко, но вскоре Надежда нашла то, что искала. Тайными знаниями, о которых говорила перед смертью баба Мария, оказалась книга, которую невозможно было вынуть из банки, не разбив ее. В старой книге были написаны заговоры и практические рецепты на все случаи жизни. Конечно же, первое, за что я взялась в этой книге, это был обряд по возвращению утопленника. Он состоял из трех этапов. И после первого этапа я стала ощущать присутствие Ярослава. И иногда мне казалось, что я видела его тень за окном. Ну вот, когда Маша и Лариса пришли бить меня, я как раз заканчивала последний этап обряда. И у меня все получилось, и Ярик вернулся. Ну и что он вам сам рассказал? Где он был? Да, он говорит, что не тонул. И по его словам, смерть бабушки была вчера, а не три недели назад. Да и вообще мне кажется, что это не мой муж. В смысле? Вот внешне это Ярик, а внутри как кто-то другой. Ну вы-то меня понимаете, как женщина? Кто я? Конечно. Я понимаю. В общем, Ярик часами молчит, уходит куда-то из дома. А когда возвращается, я спрашиваю, где он был, отвечая сухо, гулял. Хорошо, ну и чем мы должны вам помочь? Мне кажется, что я вернула Ярика, но не полностью. Ну как это сказать, без души, что ли. Но я все равно не понимаю, что мы можем сделать. Ну хорошо, Денис отправится вместе с вами и установит у вас в доме скрытые камеры. И возьмет у вас вот эту книгу. А она как раз со мной. Вы не будете против, если я возьму ее на экспертизу? Нет, берите, конечно. Я как раз отфотографировала все странички. Денис, тебе нужно будет узнать все подробности смерти Ярослава. Ну ты понял. Я узнал. Поехали. До свидания. До свидания. Я вот это Андрей спросить хотела. Я так поняла, что цей утопленный муж, который вернулся, став слабым на мужскую силу, да? Я правильно поняла? Ну этого я не знаю, Вера Ивановна. А я вот это думаю, а я тут уже прибралась. Сейчас пойду в лабораторию убирать. Так я, может, книжечку занесу, да? Спасибо, Вера Ивановна, я сам справлюсь. Надя дала нам контакты Анатолия, одного из друзей мужа, который был с ним в тот день, когда Ярослав якобы утонул. Мой помощник с ним встретился. Ярик еще со школы плаванием занимался. Одно время даже промышленным подводником работал. Правда, потом это дело все забросил. Ну и как, как получилось, что он утонул? Ну как. Андрюха в тот день откуда-то банку перетащил. Банку? Да. Ну это на сленге так, подводный костюм, трехболтовка называется. Мы эту штуку решили испытать. Анатолий рассказал, что в тот день ничто не предвещало беды. Испытание старого гидрокостюма было похоже на приключение. Ярик, ты реально как в банке. Задраиваем люки. Лады, Ярик, если что-то не то, резко дергаешь за канат. И мы тебя вытаскиваем. Понятно? Да. Ярослав начал погружение. Если бы мне кто-то рассказал о том, что произойдет дальше, я бы не поверил. Но я сам видел невозможное, невероятное. Называйте это, как хотите, но Ярик просто исчез. С момента погружения Ярослава прошло достаточно много времени, но от него не было никаких знаков. Друзья занервничали и решили достать его из воды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но вытащили только пустой гидрокостюм. И что было дальше? А что дальше? Менты, водолазы, в общем, прочесали все озеро вдоль и поперек. А он как растворился. Но вы же в курсе, что Ярик жив? Конечно, в курсе. Но я сам в шоке. И знаете, такое впечатление, будто бы это не тот Ярик, которого я до этого знал. В каком смысле? Как бы это объяснить? Чужой какой-то. Вот смотрю, вроде бы он. И тут же не он. А как он сам объясняет свое исчезновение? Да как всем. Погрузился, говорит. Потом полная темень. Очнулся на берегу озера. Вокруг никого. Фу. А вы не думали, что Ярослав мог нас разыграть? Ну, если бы он разыгрывал, это было бы по факту. В тот же день, правильно? А не объявиться через две недели, когда полобласти на ушах, Надя в шоке. Это жестоко. Ярик бы так не поступил. Знаете, тут явно что-то не то. А тем временем Тимур отправился на лесосеку, где трудилось большинство мужчин поселка. Бабам по топору и в лес, чтобы не придумали всякую дурню. А то намахайся за целый день, и никакой любви уже не надо. Добрый день, приятного аппетита. Добрый день. Добрый день. По дороге к источнику Тимур разговорился с лесорубом Василием и рассказал о цели своего визита. Он хотел выяснить, правда ли, что в селе потеряли свою силу все мужчины. Никто вот так вот в открытую не признается, что у него с бабами проблемы. Даже вам. Но то, что проблемы есть, вы не отрицаете. Всех, кого знаю, все жалуются. Ну, кроме Григория. Ну, думаю, здесь есть подводные камни. Какие? Думаю, у него с нашей ведьмой, ну, с Надькой, Шуры-Муры. Видел, как он ее пару раз за селом встречал. Василий уверял, что муж Ларисы, Григорий и Надя тайно встречались и, судя по всему, были любовниками. Вот поэтому Григорий на потенцию и не жалуется. Только на язву. Вы уверены? Абсолютно. Только Надька носит у нас красный платок в селе. Хотите? Не откажусь. Вкусная вода. Да. А знаете что? Берите с собой. В городе такой не найдешь. Натурпродукт. Спасибо. Возьму обязательно. На один дом мы взяли под видеонаблюдение. Ярослав в этот день был дома один. И мой помощник решил с ним поговорить о том, что произошло на озере. Ярослав, я, конечно, понимаю, что это выглядит все довольно странно. Я погрузился в банки на том озере с ребятами на рыббазе. Очнулся тут на берегу сельского озера. Ярослав рассказал Денису все то же самое, что мой помощник уже слышал от его друга Анатолия. Как они с ребятами собирались на озере, как решили испытать старый водолазный костюм. Парень рассказал, что когда погрузился в воду, понял, что что-то пошло не так. Стало холодно и темно. Но затем Ярослав услышал голос Нади. Вернись ко мне. Вернись ко мне. Парень рассказал, что пришел в себя на берегу сельского ставка. Потом я пришел сюда, зашел во двор. А тут Маша с Ларисой, и Надя бросилась мне на шею. Я не могу понять до сих пор, как я выпал из времени на две недели. И как я, погрузившись в гидрокостюме в одном месте, очнулся за 70 километров от места погружения. Значит, вы верите в то, что Надя с помощью своего баночного колдовства вернул вас в жизнь? Я не знаю. Надя каждый день что-то шепчет над банками. Монетки, землю закатывает в них. Говорит, что делает приворот на богатство. Но что-то мы не разбогатели до сих пор. Так продавите дом, и вот вам богатство. Ты за эту халупу особо не срубишь. Я имею в виду, сейчас этот дом не так дорого стоит. Итак, проблемы с потенцией у мужчин в Мироцком действительно есть. Как одна хрупкая женщина могла повлиять на целое село мужчин? При этом, если верить Василию, то Надя – любовница мужа Ларисы Григория. Знает ли об этом Лариса? Если да, то травля Нади со стороны Ларисы будет вполне оправдана. Но если у Нади есть любовник, почему же она так фанатично хотела вернуть с того света утонувшего мужа? И невероятный рассказ Ярослава о перемещении в пространстве и времени. Что это розыгрыш? Или парня нарочно хотели утопить? Но кто и зачем? Тем временем мой помощник проследил за Григорием. Он и вправду встречался с женщиной, похожей на Надю. Но Тимур не смог рассмотреть ее лицо. В машине Григория Тимур увидел соседку Нади – Машу. Маша. Я бы попросил вас по-мужски. Давайте забудем все, что вы сегодня увидели. Маша, получается, вы оболгали Надю? Я? Чего это? Василь, мой правда, не звертает на меня увагу, как на женщину. И про корову, правда. И про то, что она банку в лесе выкупала. Тоже правда. У них вообще очень странная семейка. Сначала Надька по лесу бегает с лопатой. Теперь ее муж, чудом воскресший, уже пол леса перекопал. Ярослав? Когда? За пару дней до вашего приезда я видел его за гнилыми болотами. В банку поклась ты фотографию любимого. А еще треба покласти личную вещь. Не, ну молодцы, где я возьму ту личную вещь? Хоть пуговицу зубам ладрывайчиш. Добрый вечер, Вера Ивановна. А Марина уже ушла? Да, да, уже давно пошла. Жалко. Оставлю ей тут. Нужно сделать анализ этой воды, чтобы проверить кое-какие подозрения. Я передам, все скажу. А вы почему так поздно? Так, а я... А пробирать кто будет? Цветочки там полить, пылюку повытирать? Да, да, конечно. Ай-яй-яй. Тимурчик, на вашей такой чудесной бабочке нитки повысмыкувались. Ой. А ну, все, дайте. Короче, возьму до дому, все поправлю и завтра дам. Нет, Вера Ивановна, не утруждай. Я настаиваю. Ну да ладно. Алло, да. Денис, мне нужна твоя помощь. До свидания. Тимур сообщил Денису о том, что у него есть новая версия. Но для ее подтверждения нужны были доказательства. Тимур отправился в лес, а Дениса попросил посмотреть видео с камер наблюдения. Денис сразу же поехал в село. Он увидел, что в окна Нади заглядывает какой-то человек. Не спится? Это был Василий. Что вы здесь делаете? Да ничего. Так просто смотрел. Надя, красивая женщина. Простите меня. А вы не боитесь, что ее муж вам зубы влюбит? Нет, я прихожу только тогда, когда его нет дома. Он куда-то ушел. Слушай, ты только Машке моей не говори, а? Я сюда больше не приду, обещаю. Ярик, это ты? Надя, это я. Денис. Вы меня, конечно, просите, что я так поздно. Но мне коллега позвонил и попросил срочно просмотреть видео с камер наблюдения. Да я уже и сама хотела вас об этом просить. Дело в том, что Ярик ушел, еще светло было, а сейчас уже ночь. И я не знаю, где он. Вот он и видел. Стоп. Так это же мой телефон. А зачем он Ярику? Надя, можно задать вам личный вопрос? Можно, задавайте. Вы квартиру родителей продали, потому что Ярик попросил? Да. А этот дом? Что вы хотите сказать, что он со мной ради денег? Он бы сюда приехал в село и торчал бы здесь с моей бабушкой. А вы говорили, что ваша бабушка перед смертью рассказывала о княжеских корнях вашего рода. Но она и о сокровищах рассказывала. Так это же был предсмертный бред. Это и так ясно. Доброе утро. Доброе. Здрасте. Здрасте. Вера Ивановна, а чем вы заняты? Вроде сезон закруток уже закончился. Андрюша, я вот это помимо того, что в кабинете убираю, решила собрать в банку всю негативную энергию. Тут ходят у всяких, что попало, после себя оставляют. Все понятно, Вера Ивановна. Я вот это что подумала, Андрюша? Если одна единственная женщина, все мужские населения села, сделала, не побоюсь этого слова, импотентом. Вера Ивановна, боюсь вас расстроить, но анализ воды, который принес Тимур, показал, что в ней очень много брома. Поэтому, скорее всего, мужская слабость в Мироцком именно из-за родника. Значит, банки тут ни при чем. А я что-то так и думала. Потому что, когда читала я вот эту книжку, одним глазом продивалась. Ну что, я не имею права, чи что? Я еще задумалась. Зачем в книжке по ворожбитству? Туристические прямо какие-то маршруты. Денис, Тимур уже сутки не выходит на связь. Со вчерашнего дня не отзванивался. А Надя не звонила? Ярослав не появился? Надя не позвонит, потому что Ярослав исчез с ее телефоном. И что-то мне подсказывает, что этот Ярик, альфонс и машинник. Что вы сейчас говорили? Когда? Ну вот, по книжке, маршруты. А это когда я одним глазком подивилась? Ну, ну. Там прямо десь посередине книги. Какий-то, прямо план местности. Какие-то дороги, какие-то хресты. Где? Покажите, где. Вот, ну дивитесь. Прямо план на местности. Тут что-то с Христом и отмечено. Вы не будете против, если я возьму ее на экспертизу? Нет, берите, конечно. Я как раз отфотографировала все странички. Мне кажется, я знаю, зачем Ярославу найден смартфон. Поехали. Жительницы села Мироцкое просят защитить их от ведьмы. Из-за нее, по словам женщин, все мужчины в селе утратили свою силу. Мы выяснили, что причиной этого могла стать вода из источника, в которой содержится много брома. Также Надежде удалось воскресить утонувшего мужа. Бабка Нади перед смертью рассказывала о спрятанных в лесу сокровищах. Она завещала внучке магическую книгу. Кроме заклинаний, в ней также нарисована карта. Мой помощник отправился в лес и пропал. И кажется, мы вплотную приблизились к разгадке. Проанализировав карты и разметки в книге, мы с Денисом немедленно отправились на окраину старого леса. И не ошиблись. Мы увидели Ярослава, который копал яму. На краю ямы стояли две банки с драгоценностями. Рядом лежал Тимур со связанными руками. Он был без сознания. Так значит, ворожка на банках таки помогла разбогатеть. Вызывай полицию. Ну и скорую, наверное. Итак, виновником всего происходящего был Ярослав. Он вместе с женой переехал в село, чтобы ухаживать за Марией. Бабушке становилось все хуже. Она плохо слышала и почти ничего не видела. Однажды, приняв Ярослава за Надю, она рассказала ему о сокровищах, спрятанных в лесу, и о карте в книге. Говорила, что искать нужно под сухой осиной на краю леса. Ярослав решил не делиться богатством с Надей, сбежать и разыскать сокровища. Мужчина инсценировал свою смерть, спустившись под воду и просто выбрался из старого гидрокостюма. Теперь для всех он был мертв. Ярослав отправился на поиски клада. Он безуспешно искал сухую осину на краю старого леса, где якобы были зарыты сокровища. Однажды он увидел там Надю и решил, что она нашла клад. Но когда проследил за девушкой, то заметил, что в банке была книга, и вспомнил, что баба Мария говорила о карте. Ярослав увидел, что Надя ворожит на его воскрешение, и решение пришло само. Мужчина лишь подыграл мистической версии своего возвращения. Его целью было забрать книгу и найти клад. Но Надя принесла книгу нам, сфотографировав предварительно все страницы на смартфон. Ярослав украл его и отправился на поиски. Что касается мужа Ларисы Григория, с которым у Маши был роман, он действительно был единственным в селе лесорубом, у которого мужской силы хватало и на жену, и на любовницу. Лариса каждый день давала ему с собой еду и бутылку с водой из колодца, поэтому воду из источника он не пил. Могила меня накажет. Я его люблю. И не боюсь. И не боюсь. Возьмите. Воды дай. Что у вас тут происходит? Вас на первом этаже слышно. Похоже, мой лайфхак под названием «Сторож для дачи» сработал не по назначению. Ну, а что? Прикольно же. Ну, да, страшно. Вера Ивановна, может, вам врача или Марину позвать? Мехай, Тимур, за мной ухаживай. Так что там, Ярик? Есть новость? Ярославу грозит срок за нападение на Тимура. И Надя уже подала на развод. Кстати, Надя перебирается в Киев и дом своей бабушки продавать не собирается. Отдает его под сельскую библиотеку. Прикольно. Библиотека в доме ведьмы. Готично. Ну, главное, что мы избавили все мужское население от мужского бессилия. Так что, Андрюша, получается, баночная магия, она не действует, да? Ну, хотелось бы сказать, что она не работает, но в сути поэтому все-таки какая-то сила в ней есть.